Я врач-гематолог 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 Гипертоническая болезнь Гипертоническая болезнь Цирроз Сухие глаза Симптом сухих глаз Все сухо Поджелудочная железа У малых сейчас А у маленьких пояс Чем сейчас пояс? Соками, которые покупают Какое окислительно-устоительное потенциал там? Жуткое дело. То есть я тоже изучила детскую водичку, посмотрела с ОВП метром везде, посмотрела, почему же ко мне приносят таких малых, и уже в таком ужасном состоянии, когда я как врач-герудотерапевт еще пиялочками лечу, потому что реанимацию крови произвожу. Мы получаем такую рухлить в таком возрасте. А потом же, чем мы его поили, да? И у нас произошла вот эта ситуация. С нормой, первой, смотрите, ситуацию, да, до второй. До третьей. Третья ситуация, это у нас они все повредили серетрансфиты, они сморщились, и у маленького нарушились абсолютно все процессы. С чего начинают, господа? С воды начинают. Если я этот фактор не буду принимать во внимание, никакого результата, никаких шикарных моих средств действовать просто не будет. Поэтому я этой водой пользуюсь уже, кстати, училась в военной медицинской академии, проходила, я в Сангике училась, а у нас занятия, практика вся военной медицинской академии, была, анатомическая практика была там. Так вот, ребята, я с этой водой уже дружу и отслеживаю на своих пациентов практически 4 года. То есть я все искала, как мне своих онкологических вытащить вот из этого, из этих закупорок перевести мне вот сюда. Потому что я смешно смотрю по крови. Динамика идет, то есть вот с последних вариантов, да, вот когда я пациентов нахожу вот с такими моментами, я перевожу в первый вариант. Без этого не сдвигается ни одно заболевание. Мы можем все, что угодно говорить, теоретически предполагать, все, что угодно. Приходят доктора, мне кроют, кто говорит, доктор, посмотри кровь, а то сейчас у меня голова постоянно болит. Так вот голова постоянно болит, это уже третий вариант. То есть они вот вместе собрались. А почему они вместе собрались? А потому что физиологические процессы так функционируют, что нам надо помогать им антиоксидантным лечением. Все знают, что такое антиоксиданты. Все ищем, говорят, витамин не антиоксидант, то антиоксидант. Пока на практике это не видно. Как работают антиоксиданты неводные. И вот когда мы только неводный антиоксидант посадим на водный антиоксидант с минусовым потенциалом, вот тогда он начинает работать. То есть я отследила, как работает антиоксидант. Они только на воде нормально работают, да. и на нормальной крови. И мы говорим, какой-то препарат, мне постоянно звонят, доктор, посмотри на микроскоп, такой препарат, а если такая кровь, какой препарат будет рано? А никакой, а ничего не донесется. И может быть только на 5 минут все это воздействие, а я пациентов отслеживаю по 10-15 лет. На 5 минут мне не нужен эффект, ребята. Мне нужно, чтобы оздоровить человека, он себя поддерживал. А как поддерживать это постоянно в течение жизни возвращаться к нормальному состоянию крови? И вот, посмотрите, вода как антиоксидант. Это просто не придумаешь, ничего проще. Поэтому я всех пациентов говорю, так, убираем эту воду, сажаем на другую. Последний вот случай. Девочка, значит, язвочка, 2,5 года дитя, язвочка, половой губы, умалуй. Гинеколог говорит, вы еще сгурели, это не мой больной. Педиатр говорит, иди там вон, кульдивала, она кровь посмотрит. Я смотрю, кровь, ребята, у дитя просто вот такая вот катастрофа. Что пил ребенок? Ребенок пил кока-колу, аж тресся. Вот до такой степени. И на этом фоне, вот такая бурда, яич не знаю, как мы вообще выжили, там уже язвочки везде начинались. Мы за неделю перешли на воду, за неделю. Я сказала маме, так, все, убираешь со стола, если хочешь, чтобы дитя было здорово. И делаешь так, как я говорю. Она ее поила, поила и поила. Все. И кожа нормальная, и язвочек. Про паразитов и так далее. Значит, Луи Паскер сказал, микроб ничто, среда, все. Поэтому нечего даже думать с частотами. У нас ОВП отрицательность создает такую среду, что они сдохнут. Ребята, они тоже живут, только в определенной ситуации. Для них самое важное, какая среда обитания. Нам изменить среду обитания, мы помрем. Вывели нас сразу в бор и вытащи сейчас всех. Адаптироваться. Так будем тяжело, да? Так вот, микроорганизмы. Они не живут при отрицательном ОВП и ПАХ-7.4. И они начинают заводиться только тогда, когда мы перешли вот в это состояние, изменили ПАХ и изменили ОВП. И поэтому, говорю, нечего и частотами заниматься. Просто привести в порядок крови. Для этого нужно количество, количество воды, вот этой вот отрицательной ОВП. И изменить качество. И тогда нам никаких даже противопаразитарных средств не надо. Понимаете? Поэтому с двух сторон мы можем действовать на те меняющиеся вирусы, микроби. Они же будут меняться, ребят. Сейчас свиной, потом еще там нам какой-нибудь скажут. Я сейчас как посмотрю, там уже приносят мне диагностику, вот такую вот диагностику. У них все написано, вычислено. Такие названия, аж каких я не знаю. Думаю, ох, наша медицина подоску ковыла. Но только этот человек мне говорит, доктор, где его лечить? Я, конечно, понимаю, что он уже на 50 тысяч обследовался, принес от него такую груду анализов. Я, значит, как посмотрела, мне изучать неделю, только эту вот историю болезни, да? И что толку-то ему выдали, сказали, ну ладно, уже единородной медициной, что ли, позанимайся. Потому что уже те средства, которые применял доктор, они не помогли, правильно? И в диагностике написано, вот мужчина простатит, да, молодой, у него, вот он говорит, доктор, вот все вот, и так на меня тоже, на всю медицину сервит, говорит, так, на столик я уже обследовалась. Так, мне кидать свои анализы. Я говорю, ну что ж теперь, давай посмотрим. О, голова закружилась, сколько у него микрофлоры. Ну, написано, что антибактериальных средств, действующих на данную микрофору, еще дальше. А дальше доктор, возьмите и думайте, чего с ним делать. Что с ним делать? Создавать его в организме среду, когда вот это вот количество, раз, два, три, четыре, пять, двадцать, пять, и десять, и тридцать, и сорок, эти ребята не будут существовать в другой среде. А крупные черви? А крупные черви. Мы помогаем убивать чем? Травами, добавляя пять в окислительном состоянии потенциал. Или этот товарищ у меня, который с простатитом выражен, я как посмотрела, кандида сплошная. То есть вообще плазмы нет. В промежутках между эритроцитами, вот, живая кандида альбиканс, это та, которая молочницу у женщин называет. А кандида альбиканс, по последним медицинским данным, это спид-показательное состояние. Спид-индикаторное заболевание, написано в последнем пато-анатомическом атласе, спид-индикаторное. Она говорит, да подумаешь, у девчонки молочница. Так вот, если у девчонки молочница, вот это, этот грибок, кандида альбиканс, он так меняет ОВП на такой плюс, потому что продукты жизнедеятельности его выделяются в окружающей среде. И что толку мы будем бить, не создавая среду, не меняя среду, не добавляя отрицательных лодок. И будет бессолково. Значит, только двумя путями создавать условия и бить уже в соответствии с тем, что я вижу, да? И вот с этим юношей, который мне вот это вот обижен на всю медицину, да? Ну, три месяца мы работали. Обычно я работаю с пациентом три месяца, потому что, понимаете, эритроцит живет 120 дней, да? Вот два раза нам здесь было сказано, кровь меняется. Ну, я бы сказала, три раза в год, да? То есть мы все можем изменить, ребята. ОВП мы можем крови изменить, если начинаем ее менять сегодня. Или мы можем рассуждать о небесных кренделях далее, дожидаясь, пока заболевание не унесет человека, да? Ребенок, значит, 22 года, Яночка, ушла из мира всего, лимфома кожи. Когда посмотрела кровь, вот с лоджирования спал полнейшее кандиды и герминты. Герминты сидели внутри эритроцита. У нас вот эти козявки, вот типа доллара вот так вот садятся, вот тут вот, от страха, когда мы начинаем бить, частотами в том числе, они заложат в эритроцит. Они же умненькие ребята, предупредили друг друга, сели в эритроцит и сидят. Считают норма крови у нас, количественные показатели в норме. Отсмотрев кровь онкологических больных, они все уходят в мир и носят нормальными показателями эритроцитов. Сию не эритроциты, господи. Сию, во-первых, поврежденные эритроциты, которые бестолковы в перенесении кислорода. А во-вторых, в них еще козявки сидят. И они уже не работают как физиологическая норма перенесения кислорода. А мы их посчитали раз, два, три, четыре, пять, не видя глазами. И написали хороший анализ. Отработали. Я ей предложила противопаразитарную фитотерапию. Я говорю, работает мягче фитотерапия, чем частоты. То есть, вот второй у вас снимочек, ребят, это лейкоцит. Вот давайте посмотрим. Лейкоцит в отрицательном ОВП. Я вам сейчас показала просто видео. Я их много наснимала, этих кадров. Тоже диссертацию сейчас готовят защищать по пикаментам. Значит, вот хороший лейкоцит. Это вот такой здоровяк. Второй вариант. Видите? Вот там лейкоцит. Вот здесь и ретроцитики, а тут лейкоцитик. И это иммунная клетка. Задача ее что сделать? Во всех козявок, которые вот тут вот бегают, задача лейкоцита поглотить. Так вот, стоит только перевести на воду отрицательную ОВП, здоровяк начинает работать. У больных пациентов, когда вот такая кровь, в классе феномен. Смотрите, лейкоцитик вот такой вот малюсенький, весь сморщенный. Опять он, бедняжка, сморщился. От чего он сморщился? От среды. А мы его стимулируем, эту загнанную лошадку. А мы давай, мы их и на целью. Давай ему сюда. Мало приводит доктор. Я же на него уже сотни рублей потратил на своего малого, мы в садик никак не можем отдать. Потому что он все равно сопли текает. Мы смотрим кровь, и она вот в таком состоянии. А чем поет малого? А чем поет? Соками доктор? Только соками. Соками, которые берем в магазине. Детского главного. С плюсовым ОВП, да? И стоит нам этого товарища перевести на нормальную воду, он выкручивается. Почему? Потому что вот с такого лейкоцита, смотрите, становится здоровый лейкоцит, и он начинает работать. Без перевода. Как загнанную лошадку стимулируем? Абсолютно бестолково, да? Но если бы как бы не увидели, то и ничего бы сказать не могли. Стимуляция иммунитета получается, восстановление ткани. Причем все процессы восстанавливаем, ребят. Каких тяжелых больных беру, если я только перешла вот в это состояние с этого бардака за счет отрицательного ОВП, без этого просто не высыл, а здравление. Значит, мы будем двигаться в позитиве. В каком позитиве? Восстанавливается капиллярный кровоток, восстанавливается он. Сейчас у меня много девчонок, у которых удалили яичники по поводу детского поликистоза яичника. Знаете такую проблему? Кандидоз от мамы передался девочке, у девочки в 12 лет киски яичников, один яичник в бабах удалили, немножечко оставили ткани, ну потому что разрастается процесс, что делать? Хирург, гинеколог, что он будет делать? Аперирует, разумеется, будет, оно разрастается, ближайшие ткани сдавливает, да? Удаляем, остается вот такая вот крупиночка от яичника. Это девчонка, которая еще мамой, конечно, не стала, да? Это все еще впереди. И вот таким девчонкам мы можем восстанавливать капиллярный кровоток в зоне чего? Удаленного яичника, и он начинает у нас разрастаться. Почему? Потому что в условиях, когда кровь течет, все процессы и происходят положительные, понимаете? То есть все можно восстановить, но не в быстрый момент, да?